Мини-футбол в Алтайском крае набирает обороты. Очередной сезон под эгидой Акамф собрал более 10 лиг, а это сотни сильнейших команд региона. Среди участников и журналисты Алтая в пятой лиге. Пишущая братья навела шороху. И до последнего тура было неизвестно, кто же завоюет золотые медали. Мы, игроки команды журналистов Алтая, могли почувствовать себя московскими динамовцами. Вплоть до последнего могли рассчитывать на чемпионство, но завершили сезон с бронзой. Ну и скорее все-таки для команды. Понятно, что где-то есть огорчение по этому поводу, но все-таки скорее для команды это плюс, это позитив, потому что соперники были очень достойны. По итогу журналисты заняли третье место и поднялись на лигу выше, где уровень соперников будет еще выше, а значит игры будут эмоциональнее и интереснее. Недаром мы сделали шаг вперед, шагнули на ступеньку вверх, и поэтому уровень конкуренции будет теперь еще серьезнее, но и мы, Нилы Камшиты, будем бороться. Наши команды мастеров активно готовятся к сезону. Так стало известно расписание первых игр у хоккейного клуба «Динамо Алтай». Белоголубые начнут сезон серии домашних игр. 3 сентября – Новокузнецкий «Металлург», а 10 сентября – Магнитогорская «Магнитка». Утвердили и календарь волейбольной высшей лиги А. Наш университет начинает сезон 21 сентября. Домашними играми против челябинского «Динамо». А теперь давайте расскажем вам о спортивных мероприятиях на предстоящих выходных. Начнем с королевского вида спорта – шахматы. С 20 июля стартует второй этап Кубка России среди женщин с общим призовым фондом 550 тысяч рублей. И параллельно Кубок России стартует у мужчин. Сильнейшие шахматисты приедут в Барнаул, чтобы побороться за звание лучшего. Любителям автоспорта тоже найдется чем заняться на выходных. 20 и 21 июля на аэродроме Панфилова состоится открытый Кубок Алтайского края по дрэк-рейсингу. В розыгрыше призов планируют принять участие сильнейшие гонщики Сибири. Старты будут с 11 часов. А чтобы зарядиться на спортивные выходные, можно размяться на футболе. Барнаульское дерби в Кубке Сибири. 1-4 финала. Темп против Полимера. Напомним, первый матч завершился в пользу темповцев 2-0. Начало встречи в 18.30. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.